Здравствуйте! Сегодня 6 августа и я покажу вкратце наш стрепслокарпсопусовый дом. Что в нем изменилось? Вот такая выросла у нас рядом с теплицей шелковица. И она настолько сильно затенила, она так разрослась, вот мне пришлось ее спиливать, вот тут веток куча, еще я часть уже сжег. И это затенение повлияло на цветение. Очень темно было. Мне придется ее, наверное, всю спиливать. Это имейте в виду, если ваши окна выходят в какой-то сад или где затенение деревьями, то цветение может быть намного хуже. Потому что растения воспринимают зеленый свет, а листья отражают зеленый свет. И избыток зеленого света дают сигнал растениям, что сильно затенено. И это может быть сигналом, что цвести пока что рано. Нужно расти, вытягиваться к свету. Это влияет на бегонии. Бегонии вытягиваются под зеленым светом. Ну, стриптокарпусы более-менее цветут. Но не так, как под чисто белым затенением. Так, что еще я сделал за это время? Я поменял полив. Вот эти трубки прозрачные, я их выкинул. Сейчас я их покажу. Вот прозрачная трубка в разрезе. И вот что происходит. Она обрастает водорослями. Вот такими водорослями обрастает внутри, потому что свет проходит сквозь прозрачную трубку. И затем водоросли внутри трубки нарастают. Затем хлопьями отсваиваются. И забивают все. Трубки забивают, пистолет забивает. В общем, я приобрел вот такую непрозрачную трубку. Вот она красного цвета. Поменял. Поменял пистолет. Я раньше снимал видео, у меня был керхер. В общем, такой вот. Я недоволен керхером. И оказывается, не только я один недоволен керхером. И пока вот из практика показывает, что Гардена, не знаю, насколько правильно я называю слово, название этой фирмы, практика показывает, вот Лена год пользуется таким пистолетом, и он не течет. А керхер через полгода начинает течь со всех мест, каких только можно. И, в общем, я недоволен этим пистолетом. Хотя реклама, фирма, как бы маркетинговая, обработка керхера намного круче, чем Гардену. Но вот по качеству керхер намного хуже. Хоть и бывает и дороже. Так. Ну, а теперь перейдем к цветочкам. Нет, что еще я поменял этим летом? Начиная даже, наверное, уже год, я начал сортировать мусор, отходы. То есть стаканчики, всякие вот горшочки, то, что мы выкидываем, то, что не гниет в одну емкость. А вот у меня тут ведра стоит сюда. Старый субстрат кидаю. Всякую органику. И я на огород выношу. Там у меня куча перегнойная. И туда складываю. Получается, я экономлю на том, что меньше выношу мусора, меньше работаю. Смотрите. Эй. Что-то распускается. Настолько яркое. Маленькое. Но оно вырастет. Оно вырастет. Так. Ну, сейчас пробежимся. Здесь вот такой зелененький. Махровенький. Я его раньше показывал, но мне нравится больше вот этот. Вот этот цветочек уже кривоватенький, потому что он уже отцветает. И видите, хоть и отцветает, но он не падает. А вот распускается. Тоже, кстати, старенький цветочек. Зеленая кайма у него шикарная. Это 2232-й. Старые цветочки. Старые. Тут уже видно. Видите, уже отцветает. Так. Вот такой у меня есть. Красивый. Очень красивый. 2226-й. Это звезда. Рушастая. Так. Это старый сорт. Компактный. Очень компактный. Я его люблю. 510-й. 1510-й. Это из новенького. Это розочка люкс. Тут их два стоит. Вот один. Вот второй. Посмотрите, сколько было бутонов. Вот цветоносов отцветших. А здесь у меня это из новенького. Это зацветает сверх махровый. Вот просто сумасшедший махровый. Для селекции из новенького. Пока не... Ну, номер могу сказать. 2254-й. Розочка люкс. Я очень доволен. Очень доволен. Хорошо цветет. Хорошо растет. Без проблем. Рядом. Ну, его, наверное, уже все знают. Это... Начинает распускаться цветок. Пандоры. Идем дальше. Оставил для селекции себе вот такой вот... Рюшастый фистончатый селиванчик красненький. Вот такая звездочка у меня есть. Это... 2262-й. Крупненькая. Смотрите. Крупненькая. Рюшастенькая. Не размножал еще. Наверное, стоит размножить. В принципе, крупная. И вот такая вот она... В жесткий краб. Эту я раньше показывал. Еще вот такую пересадил недавно. Посмотрите, какая... Не крупная, но такая миленькая. Вот Лене показал. Он говорит... Лена говорит, надо. Надо размножать. Надо размножать. Да, мелкая, но... Очень милая. С зеленым краем. Так. 2118-й. Кстати, детки уже готовы. А вот такой рюшастый, сверх рюшастый. Я его показывал раньше вам. Это была рулетка беленькая. Вот посмотрите. Затемнился. И все. То есть рулетка нестабильная. Нестабильная. Есть у меня рулетка стабильная. Сейчас я ее покажу. Вот. Очень стабильная рулетка. 2171-я. Скоро детки будут готовы. Имеет полумахровые гены. Ни разу не было спортов. И детки зацветают все по сорту. Очень доволен. Очень доволен. Такая красивая. Очень красивая звездочка. 2172-я. Так вот. Насчет этой рулетки. Ну, нестабильной. Ничего здесь не сделать. Я до сих пор не очень понимаю, как работают гены рулетки. По какому принципу. Почему они иногда стабильны, иногда нестабильные. Почему пропадает окраска рулетки. Иногда потом вдруг появляется. Это не транспазоны. Это точно не транспазоны. Это конкурирование генов. То есть, ген может быть активным, а может быть неактивным. По каким-то причинам. Возможно, какие-то... Есть дополнительные гены, которые регулируют активность генов рулетки. Вот даже так может быть. И вот, если брать вот этот стриптокарпус, который не проявляет свойства в данный момент рулетки, и использовать его для опыления, в качестве гибридизации, то могут быть... могут получиться рулетки. Вот в частности, у меня... Вот та рулетка, которая стабильная, она была получена именно таким способом. То есть, использовался стриптокарпус, в котором были спящие гены рулетки, и вот в каком-то сочетании они получились активными. И я даже предполагаю, что это не обязательно должна быть пара этих генов. То есть, он может быть и один в паре с каким-то другим геном, но что-то должно совпасть, чтобы он проявлялся. Что именно, я не знаю. В общем, пока что темный лес. Насчет этого стриптокарпуса. Я его буду размножать. Это 2196-й. И буду его реализовывать. Почему? Ну, он красивый и не рулеткой. То есть, у него вот это гиперрюш. Сейчас вот цветочки только распускаются, и гиперрюш потом нарастится. Я, может быть, покажу в будущем, когда он вырастет. И он все равно красивый. И те люди, которые будут приобретать у нас этот сорт, есть шанс, что у них этот сорт может зацвести рулеткой. Идем дальше. Это. Это Маугли. Это Маугли. И по прошествии года из всех подобных сортов, вот черных, махровых, могу сказать, что Маугли для меня, вот по моему мнению, по моим наблюдениям, самый красивый, самый эффектный сорт. Вот чернющий, махровый, аккуратный, компактный, все при нем. Шикарный цветонос, шикарный пигмент. Вот. Все мне в нем очень и очень нравится. Ну вот рядом багира зацветает. Вот. Багира тоже красивая. Но почему-то Маугли мне нравится намного больше. Такой компактный. Я его показывал раньше. 2255-й, мелкоцветковый, обильно цветущий. Есть у нас такое для селекции. И такое вот. Тоже оставил под наблюдение. Вот. Такой зацветает. Только раскрывается цветочек. Тоже оставил под наблюдение. Очень крупный. Рюш это распускается. Зелень пропускает. Немножко пропадает. Но она становится вот такая. Вот как здесь. Вот сейчас я покажу. Вот. Примерно так вот она будет. Салатовый цвет скорее. Очень нравится мне. Так. Какой этот номер? Расцветет. Я покажу его. Это 2241-й. Очень нравится мне вот этот. Очень нравится. Огромные голубые цветы. Вот нежно-голубые. Вот нежно-голубые. 2237-й. Я на фото его показывал. И огромнейшие цветы. Лепестки тонковатые. Поэтому ему очень трудно распуститься. И поэтому он должен окрепнуть. Для того, чтобы показать свою красоту. Для того, чтобы цветки были ровненькие. В противном случае цветочки могут быть вот такие вот. Не очень как бы опрятненькие. Опрятненькие. Ну вот тоже. Видите? Это уже старенький цветочек. Но все равно красивый. Все равно красивый. Вот еще цветок. Они огромные. Грозетка. Ну, грозетка такая. Как-то вот. Не совсем. Что у нас еще тут? Фейерверк. Бьютифул. Там цветок отвалился бегонии. Я сегодня поливал. Не помню. Барби. 1905. Радость XXL. Вот их много тут здесь цветков. Начинает распускаться мишка. Так. Вот это. Какой же номер? Это красиво. Какой я? 2027. У него есть. Есть название. Он отличается от Маугли. И формой цветка. Вот у него форма цветка такая. Вот селиванистая. Такая как бы более... Менее симметричная. Как бы... Но... Очень красивый. Здесь... Здесь... Сол. Смотрите, какие огромные фиолетовые цветки. Здесь распускается... Мишка. Здесь звездочки всевозможные. Вот такие вот цвет синие. Вот там фиолетовые. Здесь... Здесь... Такой для селекции. Красивый. 2019. Ну, вот этот фантазийник, который я все время, каждый раз показываю. И... Он всегда в цвету. Вообще настолько беспроблемный. Еще один. Радость. XXL. И... 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 Рулетка. И тут всего по мелочи. Сейчас я завелезу наверх. Это Мишка. А это... А это Пандора. Мне очень нравится вот этот красненький. Он так буйно цвел. Сейчас вот... Я пообдирал немного цветки. Здесь вот видите, сколько цветоносов. Вот. Это остатки. Надо снять все цветки и дать ему немножко отдохнуть. Но... Хорошо наращивает листья. Это 2088. Потомок дунни. Имеет вот... Фитюлька. Все. Вот это... Новая... Волна этих гибридов. Это... Клубневые бегонии. Цветут. Еще клубневые бегонии. Я не обрывал бутоны. И на одной ветке настолько много, что они... Что не выдерживают просто. Просто не выдерживают. Вот видите, прямо обламываются под собственным весом. Все-таки, я вот и Лене говорю, если вы не подвязываете бутоны у клубневых бегоний, то они могут обломиться. Или подвязывать нужно, или оставлять хотя бы по одному бутону. Если ничего не делать, то просто вес обламывает их. Есть у меня для селекции вот такой стриптокарпус. Я вам покажу его цветоносы. Толщину цветоносов. Вот, например, цветоносик. Хотите посмотреть с моим пальцем? Вот мой палец. А вот цветонос. Как вам? Как вам толщина цветоносов? И он там, он жирнющий, стоят тоже. Ну, я его использую в селекции. Он простенький. Очень простенький в расцветке. Но для селекции он очень и очень интересный. Так, ну, что тут у нас на полке? На полке всякое разное немножко стоит. Это DS-SYN. Вот здесь стоит Барби, вырви глаз. А здесь стоит... В камеру не помещается. Сейчас я к нему подойду. Это 2156-й размер цветка. На фоне ладошки моей. Я не знаю, сколько здесь сантиметров. Это уже такой. Видите, пыльники уже состарились. Он такой настолько огромный, что просто кошмар. Я его и размножаю, и в селекцию запускаю дальше. Ну, вот сейчас я цветок сниму и положу рядом с Барби. Чтобы вы понимали соотношение размера цветков. Это клубневая бегония DS-Весна. Очень красивая. Снизу я ее снимаю. Настолько хорошо цветет. Но ей нужно много света. И для того, чтобы она сильно не вытягивалась. И чтобы не затенялась красным или зеленым светом. Это, детка, огонь. DS-огонь. Солнце зашло. Сейчас подождем, пока тучки выйдут. Или облака. Что я скажу по этому сорту. Вот. Уже прошло много лет. И я наблюдаю за тем, как другие селекционеры выводят фантазийные сорта. Вот. За своими наблюдаю. И нет красивше этого сорта вот в такой гамме. Нет. Это самый красивый сорт из... Вот сейчас просто темно. И краски немного тусклые. На самом деле он оправдывает свое название DS-огонь. Вот солнышко появляется. Сейчас поярче, может, будет. Это детка. Вот сбоку покажем. Нет красивее сорта. И думаю, что уже и не будет. Потому что сочетание... Удачное сочетание бывает редко. Очень редко. Мы перебрали больше сотни фантазийников. Когда мы занялись фантазийниками, то у нас было более сотни фантазийников под наблюдением. И из этой сотни мы выбрали не больше пяти сортов только. Еще один такой беленький DS-SYN. А вот здесь сейчас смотрят в другую сторону. 2023. Я его показывал и раньше. Очень хорошо цветет. Прекрасные цветоносы. Цветки вот такие махровые. Доволен я им. А это 1911. Тоже, в принципе, симпатичный. А это DS-Lav. Вот продолжают они цвести. Вот. Вот, может быть, не так буйно, как весной. Весной... Почему у нас трептокарпусы цветут лучше весной? А потому что нету сильного затенения. Солнца уже много. А затенения еще нету. То есть жары нету. И это позволяет не затенять теплицу. И цветоносы лезут намного охотней. А летом уже, когда температура на улице высокая, мы вынуждены затенять сильнее. Вот. И с одной стороны мы позволяем кондиционерам справляться с жарой. А с другой стороны мы... Все-таки цветение от этого ухудшается. Но тут уже какой-то вынужденный компромисс. Бегония. По-моему, бесконечность эта. Она... Что интересно о бесконечности? У ней бывает часто в цветке несколько центров. Вот смотрите. Вот один центр. А вот второй центр. Видать, меристема настолько огромная. Или не знаю, с чем это связано. Что сама цветочная меристема делится еще как бы на два конуса нарастания. Бывает на три конуса нарастания. И получается цветок как бы имеет две серединки. Бывает даже три серединки. А это шарлотта. Вот. Тоже, видите, я не обрываю бутоны, а зря. И цветки мельче. Кстати, вон. Видите, какой. Это женский цветок. И цветки мельче. И не выдерживают. Вот хорошо. Этот цветонос повис на проволоке. Поэтому вот на вот этой проволоке он просто облокотился и повис. Поэтому не обломился. А если бы не было... Если бы случайно он не зацепился за эту проволоку, он бы обломился. Честное слово. Вот, например. Вот еще покажу вот здесь. Вот. Здесь просто обломился. И вот здесь обломился. Цветы настолько тяжелые были. Но летом... Летом то Лена уезжала отдыхать, то... Да и работы другой много. Не всегда успеваешь за цветами вовремя что-то увидеть. Вот. Поэтому бывает... Приходишь раз, а бегонии обломаны. Бывает по два, по три куста сразу. Ну, такое вот бывает. То есть, когда цветов много, не все успеваем. Да, наверное, у всех так. Ну вот, например, куст еще один тоже раз и обломился полностью. Ну вот, пошли. Ничего страшного. Пошли новые паганы. Если... Что делать, если обломился? Вот обломился, кстати. А вот тут вообще два обломилось. Видите? Вот. Что нужно делать? В первую очередь нужно уменьшить полив. Почему? Ну, потому что вершков нету. Испаряться в воде нечем. И корни нагнетают. Поэтому ничего хорошего не будет. В общем, чуть-чуть уменьшаем полив. И даем возможность проснуться каким-то почкам. Бывает, что идут вот сбоку. А бывают из земли. Вот, например, вот здесь я покажу. Бывает из земли, бывает прямо с клубня. Любой вариант хорош. Вот, например, видите, бывает пониже. Вот из клубня прямо вот. Вот, бывает вот. Ну, лучше, конечно, если из клубня. И опять же нужно подвязывать для того, чтобы не обломалось. Если проглядели вовремя, не подвязали. А бутоны растут быстро. Бегонии вообще очень быстро растут. И если вы два-три дня не обратили внимания, то можете прийти, а ствол может с бутонами валяться у вас уже на земле. Ну и на сегодня все. Закруглюсь вот таким голубым, густым, охровым бутончиком. Спасибо. Продолжение следует...